Марсель Броутерс Марсель Броутерс Марсель Броутерс Марсель Броутерс Марсель Броутерс лиса. Так вот, это своего рода каталог животных. На самом деле это каталог каламбуров, придуманных Броторсом в 1961 году и в 1964 году превращенный в такой арт-объект. Книга овеществленная. В связи с этим, с вот этим парадоксом того, что Броторс начал свою художественную карьеру, отказавшись от своего поэтического «я», частично, материально загнав свои книги в гипс и таким образом сделав их нечитаемыми, нечитабельными, говорят всё время, соответственно, о неком сломе, о неком преодолении, о том, что поэт умер для того, чтобы родился художник. Это и правда, и неправда. Я выбрала эпиграфом к этой лекции замечательную, на мой взгляд, фразу Поля Валерии, совершенно непраздная имя в контексте нашего разговора об увлечении Броторса Стефана Маларме, потому что Валерий его ближайший сподвижник и наследник, можно сказать, поэтического слова Маларме. Так вот, эпиграф следующий. Стихотворение не может быть закончено, только брошено. На мой взгляд, Броторс никогда не заканчивал писать стихи. И вообще всё его творчество — это своего рода продолжающееся, перетворяющееся стихотворение, которое совершенно в духе его экспериментаторства лингвистического, его экспериментаторства эстетического придумывает новые формы для того, чтобы выразить центральную для Броторса мысль, невыразимость или недостаточность языка и несоответствие языка вещам, разрыв между вещами и знаками, всё то, о чём мы говорили на прошлой лекции. Соответственно, этот акт библиокластии, то есть отказа от книжной культуры, отказа от словесной культуры, можно рассматривать в том числе как и акт библиофилии. Почему? Потому что, как я уже сказала, всё творчество Броторса строится на парадоксе. Если будет тезис, то обязательно должен быть антитезис. Будет ли диалектическое преодоление — это большой вопрос. В контексте Броторса не всегда. Но тем не менее, то, что мы воспринимаем это произведение как определённое преодоление, как определённую трансгрессию, эта сама интерпретация возможна только в рамках нашего понимания, что собой представляет поэтический сборник. Понимание того, что поэтический сборник должен читаться, а не только смотреться или быть воспринятым. И только в этой рамке вот этот акт считывается как библиокластия. Но при этом, обеществляя слово, то, о чём мы говорили очень много в связи с Маларме в том числе, обеществляя слово, Броторс привлекает внимание в очередной раз к этой центральной для него мысли, о том, что слово является не только носителем содержания, соответственно, не только идейным воплощением, но и некоторым материалом, некоторой формой, через которую это содержание не обязательно должно проявляться и в которой оно не обязательно должно утверждаться. Возникает тогда вопрос. Если Броторс не перестал быть поэтом, перестав писать поэтические книги, что, собственно, есть поэтическое, как категория эстетическая, как категория литературная и так далее. Это очень важная для Броторса мысль, тоже идущая от Маларме и проходящая, на мой взгляд, остро через Миттерлинка, другого его предшественника эстетического, скажем так, в Бельгии. Поэтическое определяется отрицанием конвенции. Трансгрессия — сущностное свойство поэзии. Вот мысль о том, что поэзию и поэтическое определяет некоторый отказ, некоторое преодоление, некоторая трансгрессия. То есть для того, чтобы быть поэтом, опять же, по слову Маларме, нужно не доверять словам. И нужно сделать так, чтобы читающий этим словам не доверял. Соответственно, будь то даже акт отказа от этой прозрачности слов в рамках визуальной культуры осуществлён, будь он в конкретном каком-то материале проявлен, он сохраняет свою сущностную натуру. То есть он сохраняет идею того, что поэтическое преодоляет условности. Условности, в первую очередь, языковые. Другая мысль, важная для переосмысления этого объекта. Трансформация записной книжки в эстетический объект осуществляет поэтический проект, потенциальность которого заложена в содержании книги. Что я этим имею в виду? Что трансформацию материальную можно рассматривать как продолжение некоторой программы, которая заложена уже в поэтическом сборнике. Если этот поэтический сборник сплошь и рядом состоит из различного вида, скажем так, сюрреалистических загадок, парадоксов, каламбургов, стихотворений, составленных по параномазии, то есть по звуковому подражанию вместо содержательных ассоциаций и так далее, то есть этот сборник на многих страницах говорит о том, что слова пустые, если они не включены в какую-то игру контекстов. Соответственно, его трансформация, переделка этого сборника отчасти осуществляет ту идею, которая уже заложена даже в содержании книги. Соответственно, эта трансформация не трансформация, а осуществление некоторой потенциальности. С учётом контекста разговора о броске костей и о том, как Броутерс говорил, что в самой форме поэмы Маларме проявляется потенциальность, заложенная в содержании, то есть в формальном, визуальном признаке идея осуществляется бесконечно. В этом поэтическом объекте он следует этой идее. Броутерс переходит от поэзии к художественному проекту поэтического свойства, очистить язык от его функции, передавать содержание. Соответственно, в основе самого художественного проекта лежит идея поэтического характера компенсировать недостаточность языка, в очередной раз ссылаясь на Маларме или привлечь внимание к вероломству образов, ссылаясь на другого идола, можно сказать, Броутерса Рене Магрита. Художественный проект имеет поэтический характер в том смысле, что он определяет положение субъекта в языке, как в риторическом, так и в грамматическом планах. Что я здесь имею в виду? Что Броутерс бесконечно осмысляет положение «я» внутри языковой системы. Бесконечно играет с мыслью о том, что язык диктует содержание, которое может высказать поэт. Соответственно, даже лирическое, даже нечто, проводящее некоторую поэтическую субъективность, оно встраивается в систему языковую и ей обусловлено или детерминировано. То есть любое поэтическое творчество по Броутерсу — это продукт одновременно свободы и несвободы. И вот эта несвобода, дихотомия свободы и несвободы, безусловно, выражена в этом объекте. Потому что, убивая себя как поэта, отказываясь от поэтического, он при этом и осуществляет себя как поэта. Отказываясь от слова, он даёт этому слову новые рамки, новые контексты, в котором слово будет совершенно по-другому играть. Теперь, поговорив немножечко о том, в каком контексте нужно считывать то, что я буду рассказывать, мне хотелось бы обратиться к самой неизвестной части Броутерсского наследия, к его поэтическим сборникам. У меня не хватит сегодня времени на то, чтобы обсудить их все. В основном я буду говорить о двух книжках. О книжке «Полночь», написанной в 1960 году, и о книжке «Пансбет», собственно. Попытаемся её достать из гипса и посмотреть, что же за цветными аппликациями, которые не дают её прочитать. Кроме этого, конечно, когда говорят о поэзии Броутерса, предшествующей его эстетическому и художественному проекту, говорят ещё о книге, моей книге «Обжоры» или моей книге «Великана», это 1957 год. Так вот, эти поэтические книги, казалось бы, очень сильно по характеру, по своей поэтике, отличаются от того, что Броутерс будет делать потом. Но мне бы хотелось их пристально проанализировать. Я перевела для вас некоторые отрывки. Переводить Броутерса – это тоже своего рода самоубийство, потому что нужно всегда пытаться сохранить многозначность. И, к сожалению, русский язык не всегда позволяет сохранить многозначность французскую. Но мы об этом поговорим. Вначале небольшая рамка разговора. Как бы я охарактеризовала, в принципе, поэтику этого сборника? Первое, что бросается в глаза человеку, знакомому с французским языком, с французским языком XX века, читающему поэзию 60-х годов, это невероятный архаизм его языка, анахронизм, того синтаксиса, которым он пишет и так далее. Возникает вопрос, почему ультрасовременный поэт Марсель Броутерс, который скоро станет создателем, можно сказать, новой современной теории красоты, новой современной эстетики, пользуется абсолютно анахроничным и архаичным языком. На мой взгляд, здесь вот скрывается то, о чём мы говорили на протяжении всей прошлой лекции, неминуемое вписывание Броутерса в исторический контекст. В исторический контекст очень широкий. Мы дошли в прошлый раз до книги мёртвых, частично и до индийской мифологии. Можно ещё дальше, в принципе, при желании пойти. Но я думаю, что те, кто был на этой выставке, прекрасно видели основные точки, скажем так, этого контекста. Это, конечно, XIX век в первую очередь, и его первая выставка. Вообще идея музея связана с XIX веком прочно. И вот с этим XIX веком и очень сильно связан синтаксис и лексика, которую он использует в своём сборнике «Полночь». Таким образом, этот архаизм частично позволяет Броутерсу выйти за границу контекста современного литературного и приблизиться к контексту чего? В первую очередь к романтизму. И мы увидим, что сборник наполнен различного рода романтическими клише, в особенности романтическими топосами, например, башнями, цитаделями и так далее. Кроме того, в нём очень много фей, принцесс, королей готических. Всё это, безусловно, базируется ещё, скажем так, на фольклорной струе до романтизма. Но романтики были теми литераторами, которые эту фольклорную струю частично вызвали к жизни заново и легитимизировали в поэтическом творчестве. Поэтому Броттерс каждый раз в этом отношении у него отсылка двойная. С одной стороны к романтикам, с другой стороны к мифотворчеству, которое они осуществляют, пользуясь определёнными мифологемами, которые уже в культуре даны. Будь то какие-то фольклорные мифологемы или изначальные какие-то мифы, простите. Второе, что мы замечаем, это своеобразная орнаментальность синтаксиса. Что я здесь имела в виду? Определённый, можно сказать, что синтаксически Броттерс осуществляет декор. Декор – ключевое слово. Его будущее эстетической теории. То есть синтаксис служит не только и не столько передачи некоторых содержаний, фиксированных грамматикой, логикой и так далее, но в том числе для того, чтобы вырисовывать как будто какой-то параллельный узор поверх этих содержаний. Потому что совершенно непонятно, по какому принципу он перекомбинует синтаксические элементы. Не всегда это оправдано задачами логическими и задачами содержательными. И здесь как раз приходит ощущение, что, возможно, это связано как раз с идеей Маларме, о том, что если мы начинаем деформировать структуру синтаксическую и высвобождаем слово, то слово может значить как бы поверх и помимо того значения, которое образуется от его ссылки на контекст, от его вписанности в некоторую понятную грамматическую фразу. То есть оно обогащается соседними смыслами. Оно, избавленное точно так же иногда от пунктуации, простите, пожалуйста, может творить поверх смыслов, считываемых внутри предложения. Соответственно, синтаксис уже здесь выступает в роли некоего декора. Некоторой пустой формы с одной стороны, с другой стороны формы проявленной, акцентированной, которая иногда наше внимание отвлекает от содержательной стороны. Кроме того, сразу заметно вот это использование романтических и символистских клише. О романтических я уже частично проговорила по поводу символистских клише. Книга «Полночь» — это книга анерическая, это книга ночной культуры, это книга грёзы, сна, это книга и реальности, или, если хотите, сюрреальности. Эта проблематика, безусловно, идёт от символистов, и в руки к сюрреалистам она уже попадает опосредование символистской рецепции. Идея того, что человек живёт двойной жизнью, потому что его жизнь всегда разделена на диурную дневную культуру и анерическую культуру. И в анерической культуре присуществляется, претворяется некоторое иреальное, некоторое идеальное, некоторые бессвязное и так далее, бессознательное, сколько угодно можно множить здесь синонимы, которое иногда конкурирует с нашим обычным ощущением реальности, вторгается в него и изменяет его. Сюрреалисты пытались, это и реальное, или сюрреальное. Безусловно, у сюрреалистов это не синоним, но это длинная дискуссия. Почему? Но, тем не менее, эту дополнительную реальность включить в рамки нашей обычной реальности для того, чтобы расшатать автоматизм, некоторый механизм, по которому мы воспринимаем феномен, по которому мы вообще воспринимаем реальность и считываем её как готовое поле смыслов. Готовое поле смыслов, заложенное языковыми клише, заложенное культурными, эстетическими клише и так далее. Поэтому анерическая реальность этой книги, она, с одной стороны, сюжетная, то есть есть конкретный мотив ночи, мотив грёзы, мотив сна и так далее. С другой стороны, это часть броторовской эстетики и часть его концепции, в том числе восприятия языка. В ночи слова значат по-другому, в ночи образы поворачиваются своей обратной стороной. Кроме того, сразу заметно использование разнообразных каламбуров и постоянная игра с полисемией, которая вписывает броторса, безусловно, до этого мы вписали его в романтическую и символистскую традицию. Эти каламбуры, безусловно, вписывают его, в первую очередь, в авангардистскую традицию, в традицию, связанную с именем Гиома Полинера, который сказал, что каламбур является трамплином лирического вдохновения. И по типу, через механизм каламбура составлял поэтические образы. Каламбуры были также очень важны и для дадаистов, например. Сюрреалисты идею каламбура переосмыслили скорее с точки зрения новой теории метафоры и новой теории образности. Но, тем не менее, и каламбурами они в том числе пользовались, и мы смотрели это на прошлой лекции на примере 152 пословиц Элюара и Пере. Вот это та же самая рамка. Соответственно, из этого всего мы можем вывести избыточную аллюзивность этого сборника. Что имеется здесь в виду? Он как будто не является самим собой. Он как будто весь соткан из других интертекстов, и текст как будто этими интертекстами поглощается. Вот эта игра с контекстами, бесконечная, с разными рамками, которую мы обсуждали на прошлом занятии, она уже здесь, в рамках вполне себе традиционного поэтического сборника. Традиционного в том смысле, что он хотя бы пользуется языком. И язык это как-то оформлен. Даже в контексте этого традиционного поэтического сборника идея паратекстуальности, идея интертекстуальности вышита как будто бы поверх всего, что пишет Бротерс. Кроме того, мы сразу замечаем опять же особенную визуальную организацию стиха на странице, особое использование пробелов. Об этом только скажу, напомнив наш разговор о броске костей и о том, что Бротерс сказал, что Маларме стоит у истоков новой концепции пространства, и он под этим, безусловно, подразумевал стихотворное пространство. Мы говорили о том, что благодаря Маларме слово вышло в пространство из чисто временной категории, из темпоральности, с которой оно было связано ввиду логической последовательности, ввиду синтаксической последовательности и так далее, оно смогло осуществляться как-то в пространстве. И, соответственно, быть считываемым как элемент материальной визуальной организации, а не только как содержательный элемент внутри текста и его замкнутой содержательности. Кроме того, разберём сейчас отдельно использование сюрреалистических метафор, поэтому я не буду его сейчас на нём акцентировать внимание. Только скажу, что я уже говорила о том, что Бротерс, вообще его эстетика, его поэтика формировались всё-таки в кругах бельгийского сюрреализма, и как бы мы ни говорили о том, что Бротерс сюрреализм преодоляет, и даже когда он ссылается на Магрита, он каждый раз говорит о том, что Магрит не сюрреалист, Магрит больше, чем сюрреалист. Всё равно связи очевидны, как минимум они очевидны в его поэзии. Сейчас посмотрим, как именно. И, наконец, последнее качество этого сборника, которое, мне кажется, очень важно, это его метапоэтичность. Что я подразумеваю под метапоэтичностью? Это, конечно, связано с теорией метатекстуальности, метатекста. Это текст, который комментирует сам себя. Текст, содержанием которого является в том числе анализ его бытования, того, как он устроен, того, как он сформирован, того, как он говорит, с помощью чего он говорит и так далее. То есть в этом смысле абсолютно, например, метапоэтичны, типичны метафоры Бротерса, мидии и скорлупы, о чём мы уже говорили. Это форма, которая комментирует собственную идею. Это форма содержательна, и она, хотя является некоторой вещью, проявляет себя как некоторая вещь, она ещё поясняет, почему эта вещь нужна. Как мы говорили о том, что мидия, скрывающая мидию, слово «муль», которое по-французски значит и мидия, и форма, в том числе литейная форма, некоторый ящик, и ярлычок, в который мы загоняем. Вот это типичный тофтологический бротеровский парадокс. То есть форма скрывает мидию, то есть моллюска, но и то, что скрывает, тоже называется мидией. Почему это метапоэтично? Потому что это как будто само себя трактует. Это бротерсу важно, потому что здесь возникает этот конфликт формы и содержания, который через всё его творчество так или иначе проявляется. Ну и теперь, наконец, к конкретным текстам. Сначала хотела вам показать, как организованы они на странице, чтобы мой разговор о визуальности не был праздным. Посередине строчка, в которой написано «Ангел играет в кости». «Ангел бросает кости», и дальше текст меняет свою визуальную обложку, понятно, в связи с чем? В связи с плетением аллюзивности на Маларме. И построен текст определенной лесенкой. Всегда вот это нисхождение бротерсом выдерживается. Особая роль пробелов, которые отделяет некоторые, с одной стороны, семантические, то есть содержательные блоки, с другой стороны, которые отделяют метафорические, образные блоки. Я уже сказала, что через весь этот сборник проходит определенная культура анеризма. Я на прошлом занятии вам показывала, покажу еще раз. Это знаменитую фотографию сюрреалистов. В центре написано «Я не вижу спрятанную в лесу». И здесь все сюрреалисты закрыли глаза, сфотографировались закрытыми глазами. Уже частично говорила, повторюсь еще раз. Мысль о том, что для того, чтобы… Важная для сюрреализма мысль о том, что для того, чтобы увидеть истинную суть вещей, надо закрыть глаза. То есть нужно отказаться от акта перцепции, от непосредственного восприятия, для того, чтобы воспринять по-настоящему. То есть перестать воспринимать некоторую феноменальную обложку, скажем так, предмета, который перед нами, и увидеть его различные значения, в том числе онтологические и так далее. Можно рассуждать на эту тему. В связи с этим сюрреалисты всюду вплетают эту метафору, скажем так, трансгрессии взгляда, отказа от взгляда. Она может проявляться очень агрессивно. Например, в прологе к андалузскому псу «Разрезание глаза», в том числе с этим связано. Разрезать глаз в начале фильма для того, чтобы суметь понять и увидеть, что в этом фильме происходит. Потому что фильм организован совсем по другим законам, чем мы привыкли считывать произведения искусства. Это важнейшая для Броттерса мысль. Я давала вам цитаты, где он тоже говорит о том, что он закрывает глаза и входит в ночь. Или говорит о том, что человек не может увидеть ночь. Кажется, такая простая фраза, но она насыщена как раз этой игрой. Ночь является метафорой некоторого истинного знания. Ну, может быть, не истинного, но в любом случае альтернативного. А ночь человек увидеть не может, потому что его глаза не видят темноту, не различают в темноте. И вот несколько цитат, которые подтверждают, насколько эта мысль важна для книги из различных стихов. «Синева полей сгущается на кончике кристальной чистой ночи». Обратите внимание, кристально чистый даёт идею прозрачности, ясности, некоторого видения. Причём кристально чистый является определением ночи, которая черна и в которой не видно. Вот соединение вот этих противоположных полюсов. Густой синий просто, чтобы показать, как часто это встречается. В звёздном окне Солнце синее. Типичное переставление. В звёздном окне Солнце не должно быть видно, но это Солнце претворяется в синее, Солнце не в Луну. Здесь можно видеть некоторую связь с тем, что мы анализировали на прошлом занятии по поводу Элюаровского апельсина и земли, которые одинаково синие. Вот у Бротерса Солнце и некоторое круглое светило, которое в ночи, они тоже обладают этим синим признаком, потому что синева здесь метафора истинности, метафора чего-то альтернативного, другого, что помогает расшатать механизм восприятия, автоматический механизм восприятия. Меня тошнит синевой. Очень яркий образ, связанный, тоже говорила, по поводу важности мотивов телесных. Для Бротерса здесь вот эта вот синева, соответственно, это альтернатива видения, видение, которое возникает с закрытыми глазами, видение, в котором творится символическое, непонятное и прочее, оно как будто телесно воспринято лирическим субъектом. Большой вопрос, можно ли говорить о лирическом субъекте в отношении этой поэзии, но тем не менее. Тошнит его синевой, и можно обыграть его, что из этой акта тошноты и рождается весь поэтический сборник, потому что синева, не переваренная, но им поглощённая, исторгнута в виде слов. Вот это вот аниризм, вот эта ночная культура, вот это другое, оно и исторгается, и становится, в том числе материально проявлено в поэзии. Вот первое стихотворение, которое, конечно же, называется «Грёза». Грёза или мечта, или сон, слово многозначное во французском языке. Я перевела вам небольшой начальный кусок. Готический король с разбитыми глазами межует без конца плетняк собора и слоновой кости. Его костюм расцвечен смертью и облаками, играет в кости ангел. Я выделила жирным на опорные вещи для того, чтобы связать с теми характеристиками, которые я уже вам наметила. «Разбитые глаза», безусловно, вписывается в эту идею преодоления глаза, отказа от глаза, отказа от смотрения. «Разбитые глаза» — здесь двойник разрезанного глаза в прологе фирмы, о котором мы уже поговорили. «Собор из слоновой кости». Слоновая кость — понятная, я думаю, всем культурная метафора, связанная с Флабером, связанная с идеей удалённости художника, не посвящённости его сознательной дистанцированности от мира феноменов, от реального мира и так далее, но в том числе и метафора одиночества художника, его замкнутости в своём поэтическом творчестве. Понятно, что, будучи поэтом, просто так праздно употребить слоновую кость. Здесь Бротерс не мог, особенно в случае того, что весь поэтический сборник пересыпан разными аллюзиями. Кроме аллюзий на Маларме, кроме аллюзий на символистов, нужно ещё сказать, что очень много аллюзий на Бадлера, на Бадлера и на Цветы Злаева. Практически вся образность ткётся из различных образов бадлерианских. Ну, в общем-то, акт «Тошноты через синеву» можно тоже в том числе прочитать и через бадлеровские темы. «Играет в кости ангел». Уже прокомментировала это, что это, безусловно, аллюзия на бросок костей Маларме, аллюзия, которая визуально перестраивает дальше текст, и которая, кроме того, способствует появлению мотива игры костей во всём сборнике. Этот мотив будет осуществляться в различных модификациях цифр. Всё время будет какой-то счёт. Например, один фрагмент есть из стихотворения, где просто идёт счёт пять, шесть, семь, восемь, девять, оформленный в отдельный фрагмент книги. Будет восьмёрка, постоянно будут точки, появляющиеся на костях и прочее. То есть лейтмотивный вот этот образ, некоторые игры, игры, связанные с идеей числа, числа абстрактного, числа с одной стороны случайного, с другой стороны детерминированного, обусловленного. Об этом мы говорили в связи с конфликтом контингентного и необходимого Маларме. И последнее, на что обращу ваше внимание, вот то, что я здесь перевела, как костюм расцвечен смертью и облаками, это, конечно, игра с полисемией. С одной стороны, с буквальным смыслом, расцвечен облаками, как вы понимаете, скорее всего, это тень от облаков, который идёт мимо этого заколдованного замка и так далее. По крайней мере, расцвеченность облаками можно понять в буквальном смысле, а вот в буквальном смысле расцвеченность смертью понять нельзя. Посмотрите, как он сталкивает два этих плана. С одной стороны, метафорический план, с другой стороны, буквальный план за счёт полисемии глагола, через который можно оба планы вести. Понятно, что здесь расцвеченность смертью, это определённая печать смерти, которую человек на себе носит. Другое стихотворение, которое называется «Чёрная фея», в очередной раз говоря об символической образности и об образности готической в том числе. Кстати, слово «готические» понятно, здесь совершенно не праздное и вписывается уже в другой контекст готического английского романа, например, и так далее. «Чёрная фея». «В сонном замке кружат белые птицы, между их крыльями спит красавица в спящем лесу». Ну, во-первых, любимая броторсом-тофтология. Спит в спящем лесу. Сон красавицы сообщается пространству, в котором она спит, и как будто бы слова заражают пространство своими идеями. И происходит это, конечно, в сонном замке, который тоже погружён в этот сон. Но кроме того, обратите внимание, «Спит красавица в спящем лесу». Что это такое? Это, безусловно, аллюзия на произведение Клода Дебюсси. «Красавица в спящем лесу». У нас почему-то переводят как «Спящая красавица в лесу», но на самом деле это «Красавица в спящем лесу». И Дебюсси, связанный очень сильно с символистами и осмысляющий символизм, написавший Пелеса и Мелисанту по произведению Миттерлинка. Здесь контекст этот символистский приоткрывает. Теперь некоторые примеры сюрреалистических метафор. Произведение, которое названо «Урок любви», «Синие орлы улыбаются в рамке парка». Ну, во-первых, орлы — центральный образ всей эстетики Броутерса. И он появляется и в предыдущей книге. В предыдущей книге появляется образ о меланхолии «Замок орлов», который будет неоднократно повторён Броутерсом на выставках, в каталогах музея и так далее. Во-первых, образ орла. Вот это литмотивный образ всего его творчества. Во-вторых, что это за улыбка орла в рамке парка. Это типичная сюрреалистская метафора, в которой не проявлено, что является метафоризируемым, а что метафоризирующим, то есть, что является метафорой чего. на самом деле слово «рамка» может вам подсказывать здесь «кядро» или «кядража». Есть какие-то идеи, что значит эта метафора? Я могу задавать вопрос? «Улыбка орлов» в рамке парка. Ну, почему нет? Ну, не совсем этого ждала. Нет, не думаю. Вряд ли. Нужно просто с некоторым подозрением отнестись к этому действию улыбающихся орлов и понять, что эта улыбка не определяет то, что орёл делает, а его облик внутри этой рамки. Это размах крыльев, который выкладывается в улыбку. Это на самом деле не впервые у Бротерса употреблённый образ. Он был ещё у Макса Эрнста, на секундочку просто так. Но вот это очень важно. Для сериалистов момент перенос того признака, который здесь должен быть формальным, на якобы действие образа. За счёт этого смещается непрояснён сам механизм метафоры. Точно так же, как мы говорили, что Земля вся синяя, как апельсин, у Элюара делает вид, что эти образы соединены по цветовому признаку, но на самом деле совершенно явно они соединены по признаку формальному, их круговой сферической формы. А то, что является между ними переходным мостиком, что вроде как должно их связывать и прояснять метафору, на самом деле вводит конфликт, потому что Земля синяя, а апельсин не синий. Это другой способ эту сериалистическую метафору показывать. Вот здесь такой. Ещё. Госпожа природа с лесными волосами, дикая грёза, поэма о любви. Ветвь рисует в тёмном лесу её глаз, проблеск. Здесь очень важная для сериалистической метафоры черта, заключающаяся в том, что до этого я сказала, что мы не можем различить, где, собственно, объект метафоризации и что проясняет метафорический образ. То здесь этот объект как будто сдвигается, один притворяется в другой. Это исследовал Майкл Рефатор. Очень интересное исследование, если вам интересно. Называется сюрреалистическая метафора. И он писал о том, что сюрреалисты, их мифотворчество внутри произведения на самом деле проясняется и объясняется самим механизмом тропа, то есть художественного приёма. Когда одно притворяется в другое и становится своего рода символом другого в сюрреалистическом произведении, на самом деле происходит просто тропный сдвиг. Объясняю, что это значит. Например, у Римона де Сене есть стихотворение, в котором перчатка сравнивается с пожухлым листом. Она как будто притворяется в пожухлый лист, но дальше другие слова, другие семы начинают нам намекать, что это всё ещё какой-то объект гардероба, потому что появляется пальто и так далее. А потом снова появляются признаки, то есть антициденты листа, связанные там с его шуршанием и прочим. И таким образом мы совершенно потеряны в этой метафорической игре. Мы не понимаем, что в данный момент через эту образность передаётся. Передаётся ли какие-то свойства перчатки через образность листа или наоборот. Вот эта игра постоянно расшатывает эти связи. здесь госпожа природа с лесными волосами, дикая грёза по ему любви убираем, ветвь рисует в тёмном лесу её глаз проблеск. Лесные волосы госпожи природы объясняют, почему именно ветвь рисует проблеск в тёмном лесу её глаз. То есть все вот эти вот семантические осколки лесное, лес и ветвь они связаны единой метафорой. При этом мы не очень понимаем, что здесь является объектом образности, потому что посередине появляется конфликтная строчка дикая грёза поэмы о любви. Можно сказать ещё свободная грёза поэмы о любви. Возможно, именно свободная или дикая грёза поэмы о любви и является этой госпожой природы. И тогда тёмный лес её глаз — это метапоэтический образ, характеризующий поэтику произведения. Глаза опять тогда отсылают к заглавному образу короля с разбитыми глазами. Следующее. Поговорили о том, как образно, как происходит образное смещение. Теперь покажу немножечко, как происходит грамматическое синтаксическое смещение. Стихотворение, которое называется «Реальность». Кто ты? Ты смеяться, ты путешествовать к звёздам. Дальнейшие игры Броутерса, я уже говорила, связь его с, скажем так, со словарной культурой поэтической, когда расшатываются определения через то, чтобы дать определению слова совершить. Расшатываются дефиниции за счёт того, что слову дают совершенно конкурирующее альтернативное определение, которое не даёт его считать в рамках предыдущего смысла, который задан словарём, который задан системой языка. Здесь это происходит через расшатывание грамматическое, безусловно. Кто ты, и ты определяется через процессуальность, через какой-то глагол. Ты смеяться, не ты смеха, ты смеяться. Этот контраст грамматический он сразу виден и сразу бросается в глаза. Получается, что вот эти две части вопросно-ответные, вот семиотический знаковый конфликт, о котором я всё время говорю, происходит на уровне вопроса. Кажется, что ответ должен быть связан с вопросом и выводить какую-то, разрешать какую-то проблематику в вопросе заданном, но здесь происходит сдвиг за счёт того, что сдвигается грамматический признак ты смеяться и точно так же, как ты путешествовать к звёздам. Мы понимаем, чем обусловлен этот образ, опять литмотивный для сборника образ звёзд, ночи, луны и так далее. С другой стороны, ты не путешествие в очередной раз, ты путешествовать и нету никаких знаков препинания между ты и путешествовать. Они не согласованы, не ты путешествуешь к звёздам, а ты путешествовать. Ну и уже совсем сильно связанное с будущим проблематикой творчества Броторса. Розы всё связывают кого и что, силки чего, силки кого, кто и что. Там в оригинале ки-э-ква. Ки-э-ква — это тот самый конфликт субъекта и объекта, который мы выводили на прошлом занятии постоянно. Роза здесь взята, безусловно, как типичный идеальный образ поэзии, одно из поэтических клише. И беря это поэтическое клише, он показывает, как ярлык в языке, как ярлык в культуре, ки-э-ква отчеждают друг от друга. То есть клишированность языковая мешает субъекту выразить себя через объективность и так далее. Силки чего? Силки, понятно, с одной стороны западня, с другой стороны вот эта связь. Силки кого? Роза, безусловно, здесь является силками. Некоторые обманчивые приманкой, которая должна дать поэтическую ясность, но вместо ясности даёт вот эту непонятную дискретность и конфликтность ки-э-ква субъекта и объекта кого и что. Одно стихотворение всё-таки хотелось дать вам полное. Звезда. Звезда чиста в созвездии чёрных кошек. На острове часов кружат птицы. На острове проклятых меня рвёт синевой это больно. На острове тики птицы напечатаны на песке. Взлетает фрегата старой мечты. Карнавал пены и криков густого солнца тень покрова птиц. Золотая комната в с чёрным сердце тишины пушек низкие ноты моря. Дальше большой пробел и солнце. Во-первых, давайте рассмотрим первый образ. Звезда чиста в созвездии чёрных кошек. Вот это дихотомия чёрного и белого, чёрного и чистого, которая перед этим проявлялась в кристальной чистоте чёрной ночи. Здесь этот конфликт снова заложен через другую образность чёрных кошек и созвездия. Слово «Констелляссюм» созвездия очень связано в очередной раз с Маларме. Это опорное слово всей его поэтики и поэтому в том числе часто встречается у Бротерса, потому что звёздное небо для Маларме это метафора поэтического творчества опорда и, соответственно, в том числе его недостаточности. Маларме говорил о том, что человеческое письмо является негативом божественного, потому что Бог пишет белыми звёздами по чёрному небу, а человек чёрными знаками по белому листу. И в этом уже недостаточность и издёвка природы самой человеческого письма. Соответственно, созвездия чёрных кошек и вообще все чёрные птицы, галки, которые появляются на белом пространстве внутри сборника, особенно, когда оно появляется бок обок с созвездиями со звёздами, можно считывать в том числе на метапоэтическом уровне. Можно сказать, что это текст, который комментирует собственную образность. Что за остров часов? Неоднократно он вплетает эту метафору во весь сборник, и всё действие происходит то на острове нарученных часов. Слово «наручные часы» и «часы» циферблат часов различаются во французском, поэтому он всё время пользуется разными словами. Кроме этого, есть в сборнике аномотопеи конкретная тик-так, тик-так. Кроме того, все перечисления цифр, про которые я вам говорила, можно рассматривать в том числе как временную продолжительность, как какое-то проистекание времени. И ещё, наконец, очень часто появляется метафора ссыпающегося песка. Понятно, что это отсылка к песочным часам. «Остров проклятых» — очередная литературная аллюзия, вписанная в произведение. Синеву мы уже обсудили. Тики с одной стороны связаны с этой аномотопией тик-так и действием часов, с другой стороны, возможно, связаны с аллюзией к некоторой примитивной культуре. Если мы поговорим вообще о отсылке авангарда бесконечной к примитивизму, в том числе к примитивным культурам стран Азии, Африки, океане и так далее, очень часто появляется в авангарде метафора острова как некоторой альтернативной европейской культуре цивилизации, точнее, не цивилизации, и как раз в связи с этим являющейся чем-то чистым, и, возможно, в том числе, соответственно, метафоры возможностью перейти в другой альтернативный способ восприятия, более чистый, неотягощенный всеми культурными смыслами, через которые мы что-то считываем. Птица напечатана на песке. Очень интересный образ вертикали, перевернутой вертикали. Есть замечательная статья у Жирара Барочная он рассуждает о близости сюрреалистической поэзии барочной поэзии. Он говорит о том, что близость сюрреалистической и барочной поэзии рассматривается в том, что и сюрреалисты, и барочные поэты всегда у них есть некоторые эмблематические образы вертикали, и эта вертикаль может оборачиваться. Что имеется в виду? Очень много у сюрреалистов образов птиц, И очень много у сериалистов образов рыб. И очень часто рыба выступает как метафора птицы и наоборот. И таким образом эта вертикаль бесконечно крутится. Зачем она крутится? Потому что вертикаль в культуре такая самая распространённая модель иерархии. Верха и низа. Верха и низа, который отличается в том числе аксиологически, гносиологически и так далее. Для того, чтобы достигнуть верха, нужно нечто преодолеть. Нужно трансцендировать и так далее. Для того, чтобы оказаться в точке верха из низа. Тут птица напечатана на песке. И местом обитания птицы её средой становится песок, который обозначает нижнюю грань этой вертикали. На мой взгляд, здесь тоже просматривается влияние символистов. Фрегата старой мечты. Понятно, безусловно, это связано с символизмом с одной стороны, с другой стороны, с бесконечно множимыми образами кораблей и наводнённой вселенной. То есть с броском костей, которые Бродер всё время вписывают. Наверное, я только ещё прокомментирую. «Густого солнца тень покрова птиц». Вот эта непрояснённая метафора, о которой я в очередной раз говорю. Непонятно, покров птиц. Там употреблено слово «manteau». Его можно перевести просто как плащ или как одеяние. Ну, плащом птиц является или одеянием то ли крыло, то ли тень отбрасываемое. Но так как здесь проявлен образ тени, вопрос. Покров птиц — это метафора вот этой тени, которую солнце отбрасывает. А как солнце может отбрасывать тень через крылья птиц. То есть то ли крылья птиц накрывают солнце, то ли наоборот. Солнце так рассвечивает крылья птиц, что от этого отбрасывается тень. Вот она игра, где метафоризирующее «е». Ну и ещё «золотая комната в чёрном сердце тишины пушек, низкие ноты моря». Очень важная опять игра и сдвиг — тишина, по контрасту с которой сразу появляется образ пушки, разрывающий эту тишину, которая при этом является, скорее всего, метафорой низких нот или баса моря. При этом сердце тишины является чёрным. Вопрос — это чернота, связанная с пушками. Перешла ли она как некоторый признак вот этой вот пушки? Или она введена по контрасту с золотой комнатой? Золотая комната — это, понятно, комната, озарённое солнце. Вот это в очередной раз наталкивает на проблематику Маламе, который говорил о том, что человек каждый день переживает космогоническую трагедию, когда солнце заходит и приходит ночь. И Маламе всюду вписывал эту дихотомию, эту оппозицию чёрного и золотого, особенно в его знаменитом сонете «Наикс» это проявляется. И здесь эта оппозиция, эта дихотомия, безусловно, вписывается. Потому чёрная тишина может быть и тишиной ночи. Ну и немножечко примеров с многозначностью из поля семей. «Моё соломенное пугало следит за временем и морем, я не сплю за зубцами». Соломенное пугало потом появляется ещё раз, неоднократно, в сборниках, в текстах Броторса. Соломенное пугало – это одна из его масок. Но здесь важно употребление глаголов. Вот «следит за временем и морем». Глагол «гярдей» – это с одной стороны следить, с другой стороны охранять. Пугало должно нечто охранять. Здесь пугало охраняет море, не охраняет какой-то огород. Понятно, и за счёт этого возникает конфликтность. Но конфликтность проявляется в том, что оно то ли охраняет, то ли оно следит. То есть оно считывает время. Оно то ли считывает время, то ли оно его охраняет, то есть не даёт ему куда-то убежать или не даёт кому-то другому на него напасть. «Я не сплю» – там глагол «вейе» – это бодрствовать, не спать, с одной стороны. С другой стороны – ой, стоять на стороже, простите, или на страже. Соответственно, тоже вот эта полисемия возникающая. «Я не сплю» – и связано ли это с контекстами, которые мы до этого обсудили. «Я не сплю, я час ночи, я смотрю на ночь, я отказываюсь от того, чтобы ночи не видеть. Или я охраняю, я стою на стороже за этими зубцами, за зубцами башни, башни слоновой кости в том числе». По поводу костюма расцвеченного смертью и облаками мы уже поговорили. Другой пример из книги «Обжоры» – «Художник против изгороди». Бротерс употребляет именно слово «против», «художник» и «изгородь» намекают, казалось бы, на прустовский контекст, потому что множественные рассуждения, рассыпанные по поискам утраченного времени, мы уже говорили о том, что утраченное время, я нашёл утраченное время, я обрёл утраченное время, или я потерял утраченное время, тоже оказывается в броторсовской поэзии. Поэтому не праздный разговор о контексте Пруста. Так вот, рассуждение Пруста о смысле поэтического творчества, о смысле писательского творчества часто связано с образом изгороди, изгороди, напротив которой прислонённый, который он впервые увидел, не Пруст, понятно, а его герой Марсель увидел девочку, в которую он будет влюблён на протяжении всех семи романов. Ну, точнее, появится и другая девочка, но неважно. Но здесь словом «против» не прислонённый, там специально использован предлог, который не может быть в этом контексте, который разрывает синтаксическую связность. Не напротив, а против. Я выступаю против изгороди. Художник выступает, соответственно, против, в том числе этого клише. Здесь переосмысление, прустовского осмысления художественного творчества идёт. «Трава. Века разложены по порядку в коробке спичек. Покупаю. У меня есть восьмёрка. Солнце синий в звёздном окне. Полночь танцует с феей штопором. Немного зелени. Я мечтаю о новом алфавите». Ну, и здесь уже совсем не спрятанная будущая связь с мечтами о новом алфавите. Алфавите, который позволит выйти за границы системности языка и творить свободно. Алфавите, который разорвёт прояснённую связь формы и содержания и сделает её конфликтной. И посмотрите, там опять немного зелени. Игра с полисемией. «Вер» ещё значит «лона природы». «Немного лона природы», то есть «немного вернуться к природному для того, чтобы изобрести новый алфавит». Есть ещё другой вариант этой строчки. «Немного зелени, приложённой к уху». «Услышать природы для того, чтобы переизобрести алфавит». Ну, и опять же, образ «покупаю», образ купли и продажи искусства, который всё время эксплуатируется Броторсом и потом вписывается в его концепцию институциональной критики, безусловно. Но тут ещё что интересно. Века, разложенные по порядку коробки спичек, разумеется, образ некий тотальный, тотальный образ истории, который в этом маленьком коробке выровнен, у которой выстроен порядок. Так покупает он его за восьмёрку. Восьмёрка здесь другой образ, другой символ этой тотальности, безусловно. Таким образом, опять происходит метафорическая игра между совсем разными семами. Ну и, наконец, можем перейти уже к Пансбетту. Вот так выглядела книга, если её достать из гипса. То есть даже если она не овеществлена, даже если она не переведена в другой предмет, она точно так же сохраняет свою черту нечитаемости. В начале книги вот этими самыми большими в книжке квадратами, ну, одними из самых больших, загорожено то, что называется «Ах поэтик» — искусство поэзии. Совершенно, опять же, парадоксальный ход, потому что, давая некоторый манифест в начале книги, он его заклеивает и таким образом его отрицает. «Ах поэтик» — отсылает к верленовскому искусству поэзии. Но один из самых распространённых поэтических манифестов, с другой стороны, ещё отсылает к «Буало», соответственно, к самому началу французской словесности. И, безусловно, Броторс не случайно использует этот образ тоже для того, чтобы его трансгрессировать, а не для того, чтобы вписаться в контекст верленовский. Так, между скобками скажу, что у Броторса есть стихотворение с 1947 года, которое называется «Un violon de temps» — «Скрипка осени», которое переосмысляет, полностью переигрывает с различными элементами стихотворения «Песня осени», знаменитого стихотворения «Песня осени» — образца «Звук поэзии», что Броторс пишет в этом искусстве поэзии. «Вкус к таинственному и практика герметизма две части одного целого составляют мою любимую игру. Юридические документы часто пробуждали моё воображение. Слово занимает здесь своё понятное место. Двусмысленность права, вероятно, связана с толкованием текста, то есть с духом, а не с буквой. В кодексах слово светится, как драгоценный камень. Именно это было моей страстью с того момента, как я научился читать». Он берёт самый, казалось бы, нелитературный образец юридического текста и говорит о том, ещё и говорит это в искусстве поэзии, в манифесте своей поэтической установке. Говорит о том, что юридический текст является для него идеалом. Почему он является для него идеалом? Потому что в нём слово имеет своё прочное место. В нём слово понятно. По Броторсу слово может быть понятно только в юридическом тексте. Оно сияет, как драгоценный камень. Сияет слово, сияющее, как драгоценный камень. Это аллюзия к эссе «Кризис стиха» Стефана Маларме 1986 года. Но только у Маларме сияло поэтическое слово, как раз высвобожденное и внутри лирической некой последовательности и так далее. Здесь, понятно, этот образ совершенно разрушен, радикализирован, казалось бы. С другой стороны, Броторс вводит вот эту идею, опорную для всего его творчества, что ясность формы сочетается с герметизмом в том числе. Когда нам что-то слишком ясно, то мы настолько привыкли воспринимать его определённым образом, что его реальное содержание, вопрос, что здесь реальное, конечно, но тем не менее, от нас бесконечно скрыто этой формой. Мидия скрыта мидией. Поэтому юридические документы и кодексы здесь, с одной стороны, понятно, идеализируются, предлагаются как некоторый альтернативный путь поэзии, в который всё будет ясно, фактологично и так далее. С другой стороны, он показывает, что даже внутри юридического текста появляется конфликтность значения, потому что наиболее ёмкие слова, наиболее, казалось бы, отягощённые своей синтаксической ролью слова, они точно так же могут быть таинственными и герметичными. И всё это составляет его любимую игру. В очередной раз метафора игры, связанная и с Маларме, связанная и с философией языка, ему современной и так далее. Немножечко текстов из этого сборника. «Мидия. Эта ловкачка избежала общественного шаблона и проскользнула в свой отдельный. Другие, похожие с ней вместе, против моря. Она идеальна». Вот эта зеркальность, опять же, общественного шаблона и мидии, то есть идеи формы и содержания, и то, как они приходят в конфликтность. Шаблон уже здесь социальный, а не просто шаблон языковой. При этом, избежав шаблона, то есть мидия, вырвавшаяся из мидии в патавтологической игре, создала себе свою собственную мидию. Форма, вырывающаяся из формы, задаёт другую форму. В этом смысле, как бы мы не освобождали язык, он будет творить новые клише. И обратите внимание, до этого было против изгороди, здесь против моря. Те, кто на неё похожи, те, кто избежали общего шаблона, избежали общей мидии для того, чтобы создать собственную, и тем образом снова создали общую мидию, они против моря. То есть они бастуют против среды, к которой они принадлежат. Точно так же, как лирический субъект Броторса против пруссианской изгороди, можно сказать. И она идеальна. Понятно, она идеальна, потому что, это он не раз повторял, потому что в ней форма и содержание абсолютно слитны. Это я уже сказала. При том, что идеальная мидия, идеальное ещё одно животное из бестиария Броторса — это медуза. Вот медуза идеальна как раз из-за того, что у неё никакой формы, одно лишь тело. Или ничего, кроме тела. Очередная эта конфликтность, что отсутствие формы делает её свободной, делает её не вписанной в общую муля, в общий социальный шаблон, здесь уже в общий природный шаблон. Она неопределима. Вы можете представить себе медузу и то, с чем он играет. Очень интересно графически организовано это стихотворение. У меня в переводе не получилось, но вы видите своего рода магический квадрат, в котором всё возвращается. Вот этот тавтологический квадрат. И причём белые пропуски посередине, которые дают вот эту белизну, это пространство без значения. И ещё очень интересна, конечно, здесь игра с философскими смыслами, потому что то, у чего нет формы, у него есть тело. Это аристотелевский, можно сказать, парадокс на тему того, является ли форма, оформляющая что-то, соответственно, контекстом, внутрь которого это содержание впихивается, или для того, чтобы появилась сама форма, нужно содержание, нужно целостное, для того, чтобы появилась форма. Ну, что первично, курица или яйцо. Другие примеры. Птица и улитка. Моё утраченное сердце делает вид, что оно лунь. Но здесь нет ничего, кроме пустой груди. Это утро великого дня, день брыжет светом. Как же она длина, неверная сквозная дорога. Закончили я её сегодня ночью, эту башню моего острова. Вот и ночь у крыши, моя раковина. Ну, во-первых, опять же, вот эта игра с пустотой и наполненностью, с тем, что является формой чего. Сердце, помещённое в пустую грудь, при этом делающее вид, что оно лунь, что оно птица, соответственно, которая хочет вылететь. Очень важно ещё, это утро великого дня, можно было бы ещё по-другому перевести, потому что там в оригинале что может значить, это утро дневного света. И там возникает конфликтность, соответственно, между всеми утра и дня. То есть только что зарождающийся день сразу притворился в день во всей его мощи и силе. И поэтому он брыжет светом. Ну и, конечно, в конце «Вот и ночь», «О, крыша, моя раковина». Раковина — форма, которая является крышей, за которую нельзя выйти, которая является потолком, соответственно. Опять обыгрывание, форма содержательных моментов. Хотела вам ещё показать, как это происходит на уровне звуковом, потому что разговор о звуко-поэзии в отношении Броторса совсем не праздный, о чём забывают, потому что рассматривают его в рамке визуальных экспериментов. Прочитаю вам это стихотворение на французском, потом переведу. «Le matin sèche, le vent siffle son chien, la semaine sante chouchote les erenies, il pleut des mouches hurlantes». Я думаю, все увидели, услышали. С одной стороны, литерацию «сэше», с другой стороны, «ассананс» на носовое «а». «Утро сушится, иссушается, ветер дует, выдувает свою собаку, святая неделя, шепчут пауки, дождит кричащими мухами». Здесь вот кроме того, что эти аллитерации просто красиво звучат, они здесь, безусловно, призваны выполнить роль аномотопеи, призваны выполнить роль полного соответствия формы и содержания. «Siffle son chien» — выдувающий ветер, порыв вот этого воздуха, который слышится в звуковой образности. и то же самое «шушут лезерани», «шушутэ» — перешёптывание, как будто бы в звуке притворено. Ну и, конечно, конечный образ дождя, который из кричащих мух, вот этот крик вырывается сначала из шёпота, из дуновения, становится «юрлей». Слово «юрлей» ещё очень сильно коннотировано смыслом дадаистки, потому что это слово всё время использует Ристан Цара, манифеста, всё время использует Кугабаль, и крик, вот этот вот «ор» является важнейшей метафорой нового авангардистского языка, который противопоставляет ясному, спокойному, закованному своей системностью языку «ор». Здесь это «ор-мух», не «жужание мух», а «ор-мух», очередная конфликтность. «Кошка и морской змей». Животные не думают, они не люди, они не знают фабулы. Вот это то, что я объясняла в прошлый раз через размышления о фикции, о фикции языка, и говорила вам о том, насколько это связано тоже с идеей Маларме, о том, что слово поэтическое с одной стороны связано с митосом, с другой стороны связано с логосом. То есть слово «творец фабул», «творец фикций», но слово и гносиологический инструмент, инструмент знания. И то, как Маларме говорил о том, что нужно сдвинуть с акцент, с ролью фикции и творения фабул на роль знания. Вот по Броторсу точно так же вслед за Маларме все люди помещены в некоторую постоянно творящуюся фабулу. это вот та самая замыленность с сюжетами, через которую мы механически интерпретируем. Животные здесь получается, то, что они не думают и то, что они не знают фабулы, сопряжено. Соответственно, люди думают через фабулы. Фабула как будто оказывается определяющим признаком нашего механизма размышлений. Мы думаем через фикции, а животные не думают, потому что фикции у них нету. И можно наоборот сказать, у животных нет фикции, поэтому они не думают. Типичный Броторсовский парадокс и тавтология. Замечательная Тракан и Баа. Наконец, я вижу ясно внутри себя. Я боюсь быть увиденным. Но тут другая тема очень важная для Броторса противопоставления внешнего и внутреннего. Тот, кто видит, является одновременно видимым и бесконечно. Опять и графор, что является частью чего и так далее. Известно, как он это претворял на своих выставках, когда одни надписи были с одной стороны, виделись с другой стороны. Одни надписи были на витрине, например, со стороны двери, другие только виделись изнутри помещения. И, соответственно, они накладывались каждый раз по-разному в зависимости от угла зрения. он видит ясно внутри себя, он закрыл глаза в том числе, чтобы увидеть нечто ясно наконец. И это интерьеризировано, это внутри, и при этом погружённый во внутренности, он вписан в некоторое внешнее пространство. Видящий он также является видимым. Вот это тоже очень важная для Броттерса мысль. Ну, это произведение мы уже отчасти разбирали, которое называется «Моя риторика». В очередной раз просто напомню о значении тофтологии в броторсовском творчестве, потому что тофтология как раз развенчивает вот эту пустоту языка. Для того, чтобы увидеть, насколько язык привязан к собственной фикции, насколько он может что-то выражать и при этом ничего не значить, он как раз разного типа тофтологии привлекает. Это вписывается безусловно в определенную европейскую традицию поэтическую, в том числе, например, можно привлечь Гертруду Стайн в отношении значения тофтологии. И у Ролана Барта есть замечательная статья, которая называется «Росин есть росин». И он говорит в нем о том, что как удобно сказать литературному критику «Росин есть росин». Ты выразил все содержание, которое ты мог выразить, критическое, о произведениях «Росина» и не больше, и при этом ты ничего не сказал. Мидия есть мидия. Ты выразил всю тотальность вообще человеческого конфликта, антологического конфликта, конфликта значений, Витгерстейновской проблемы, хайдегерианской проблемы, язык дом бытия и так далее. И при этом ты просто сказал «Мидия есть мидия». И аристотелевская еще заодно проблема формы. Соответственно, здесь он конкретно называет себя тавтологом, который сохраняет при этом социолог. И вот эту тавтологию он проводит не только семантически, но и показывает, как это можно грамматически освоить. «Je manifeste manifestement», это трансгрессия вообще идеи манифеста, понятно, авангардистского. «Я демонстрирую демонстративно, я не могу демонстрировать недемонстративно, если я демонстрирую, то это демонстративно». И так далее. Поэтому, когда я говорю «я», ничего более, казалось бы, понятного сказать не могу, чем «я», но это самое непонятное, что я могу сказать. «Я есть я» является вот этим кругом антологического конфликта, который для Броттерса очень важен. Другое произведение с этой проблематикой связано, ну просто в верхнюю строчку переведу «à la limite, le moi, le sujet». На границе, в конце, я субъект. Где-то в пограничном состоянии всегда субъект, который в том числе через проявление субъективности деперсонализируется и теряет свою субъектность. Ну, не могла просто не воспользоваться цитатой Кейджи, которая очень хорошо комментирует эту проблематику. Словарик говорят о том, что им нечего сказать. В поэзии Броттерса слова говорят о том, что им нечего сказать. А в творчестве Броттерса иногда, в художественном, объекты говорят о том, что им нечего сказать и так далее. Ну и вот эта форма прячет Миндио, его знаменитая теорема, которую я уже обсуждала. В очередной раз просто к этому отправляю. И последний, единственный пункт прочитаю. «Объект не видим, когда его форма идеальна». Примеры яйцо, мидия, картофель фри. Мы не видим объекта, мы не видим сущности, мы не видим содержания за этой идеальностью формы, которая для нас ясна. Наверное, на этом только еще напомню, что вообще для анализа всей поэзии Броттерса последний период его творчества, скажем так. А он же и основной с точки зрения истории искусства ни в коем случае нельзя исключать. В том смысле, что когда Броттерс перестал писать поэтические сборники, он не перестал быть поэтом. Как минимум, вот эта выставка, посвященная Лисице, Господи, Лисице и Воронье, простите, Воронье и Лисице Лафонтена, она в том числе и эту поэтическую задачу различными способами реализует. Здесь он по-разному играет с вещественностью слова с одной стороны, с другой стороны с нечитаемостью слова. Потому что перед нами, например, наверху это отрывок поэмы, поэмы, которая кадрирована, кадрирована, выхвачена, как была бы выхвачена фотография, из чего мы не видели бы полную рамку реальности. Точно так же мы не видим полную рамку этой поэмы и не можем ее сочетать. Она нам предъявлена, и при этом она сопротивляется собственному чтению. Когда он играет с различными объектами и либо ставит объекты вперед слова для того, чтобы они его заслоняли, или наоборот само слово объективирует, он как раз все время экспериментирует с этой нечитаемостью. В этом смысле нужно его рассматривать, безусловно, в контексте концептуальных художников и концептуальных поэтов, чье творчество как раз здесь анализирует Кеннет Голдсмит, американский поэт и критик. И он говорит, что опорная мысль для концептуалистов заключается в том, что слова могут быть написаны не для того, чтобы их читать. Соответственно, вот этот конфликт читаемости, прозрачности, ясности и нечитаемости Броттерс все время вписывает. Ну и напоследок просто несколько тезисов, которыми хотел бы подвести итоги этих двух лекций о вообще том, как можно охарактеризовать, на мой взгляд, поэзию Броттерса. Во-первых, предпосылкой для его поэтического творчества является мысль о том, что истинную природу вещей невозможно выразить при помощи языка. Соответственно, поэт тот, кто ставит язык в конфликт, кто критикует язык, кто обнаруживает эту недостаточность и этот разрыв между истинной природой и знаковой природой. Соответственно, Броттерс, кроме этого, еще нападает на ясное слово как коммуникационного кода. И в этом смысле он, если в предыдущем смысле он очень близок Маларме, то здесь он очень близок к Миттерлинку. Миттерлин, который писал в диалоге тишины или диалоге второго порядка, Миттерлин, который ввел значение молчания и отсутствие слова ухода в молчание как невыразимости словесного, как проявленности вот этого конфликта невыразимости. И, разумеется, через эту невыразимость люди, коммуницирующие, оказываются бесконечно отчужденными. Очень важна и для Броттерса мысль. В этом смысле он не только лингвист, но и социолог. Другая черта все его творчество определяющие это, с одной стороны, поэтизация визуального, с другой стороны, визуализация поэтического. Об этом мы очень много говорили на этих двух лекциях, поэтому пояснять не буду. И, соответственно, он стремится по принципу мидии превратить поэзию в игру тавтологии, чтобы за ясностью форму скрывалась пустота значения, превратить поэтический язык в своего рода декор. Об этом мы уже поговорили в связи с декоративным синтаксисом, можно так сказать, его второго сборника, но все слова, используемые Броттерсом, можно рассматривать с одной стороны как элемент, вписанный в содержательность, но точно так же, как и декор, как некоторый орнаментальный, элемент. И, соответственно, поэзии Броттерса свойственно диалектическое движение, согласно которому очевидность формы приумножает непроницаемость смысла. Об этом я уже поговорила в связи с юридическим кодексом, в котором очевидность формы, за ней на самом деле скрывается полная непроницаемость смысла. Как бы мы ни подбирали точнейшие слова для закона, для формулировки законов, всегда кроме буквы будет дух. Об этом он говорил, что конфликтность появляется в интерпретации. Собственно, за примерами недалеко ходить мы видим каждый день в современной реальности, как этот конфликт буквы и духа проявляется. Ну и, наконец, важнейшая мысль для Броттерса заключается в том, что если искусство опирающееся на язык может быть саморепрезентативным, в том смысле он абсолютно встроен в Дюшановскую парадигму, в идею Родимейта, в идею того, что я назвал это искусством, соответственно, это искусство. Я сказала, что это портрет Ингрид. Забыла, кому Раушенберг писала портрет. Неважно, если я сказала, что это портрет Ингрид, не помню, кого галерея сейчас значит, это портрет. Неважно, что я сказала, это словесно, мы не написали его, отказался этим его написать и так далее. И если я сказала, что это не трубка, то это не трубка. Соответственно, язык точно так же, как объект внутри музейного галерейного пространства может просто себя являть и не отсылать ни к какому референту, и не отсылать никакой идеи вещи, соответственно, к какому-то означаемому, а просто быть замкнутым в себе, обнаруживать собственную пустоту и формальность. На этом я заканчиваю. Простите, пожалуйста, за помехи. Я заболела, к сожалению. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!